Вы смотрите новости Бураева на телеканале ЮТВ. Меня зовут Лилия Ахметова. Здравствуйте. Каждый четверг в 19.30 мы рассказываем о событиях и интересных людях Бураевского района. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Урожай азимых в Бураево достигает 25 центнеров с гектара. Мусульмане района отметили Курбан-Байрам в Новоильдяково. В магазинах и торговых точках проходят рейды. Начнем выпуск коротких новостей. Голова районной администрации посетил местную больницу. Рустам Исхаков проверил соблюдение противоэпидемических мер. В торговых объектах Бураевского района также проходят рейды. Продавцы не должны обслуживать клиентов без масок, а в помещении должен быть антисептик. Администрация района напоминает о необходимости носить маски и соблюдение дистанции в общественных местах. Напомню, что и в автобусы не пускают пассажиров без защитных повязок. Кондукторы выдают билет только после того, как убедятся, есть ли у пассажира маска и правильно ли она надета. Бураевцы вместе решили, где будет установлен танк. В парке Аллея Героев состоялся сход граждан. На собрании обсудили будущее место жительства бронетехники. Пока он находится на реставрации, жители решили поставить танк на территорию Аллеи Героев. Более точное место будет известно и оглашено после решения Совета депутатов. В Бураевском районе прошел традиционный день чистоты. Сотрудники учреждения, организации и предприятий района скосили сорняки с придорожных полос, пропололи цветники, собрали мусор. Тем временем администрации Бураевского района призывают жителей привести в порядок придомовые территории. В муниципалитете работает административная комиссия. Она следит за соблюдением правил благоустройства и регулярно выходит на рейды. За мусор и бурьян на придомовой территории можно получить штраф. Развивать молочное скотоводство вызвался предприниматель, который пришел на совещание к главе администрации Бураевского района. На предпринимательском части он представил проект по разведению крупного рогатого скота молочного направления и дальнейшему производству молочной продукции. Были рассмотрены варианты предоставления земельного участка предпринимателю под пастбище, кормозаготовку и так далее. Соответствующие поручения даны структурным подразделениям администрации по оказанию поддержки в реализации проекта. А теперь перейдем к основным новостям. Хлеборобы Бураевского района заняты уборкой озимых культур. Им предстоит убрать урожай озимой ржи с площади более чем 5000 гектаров. Работу задерживают дожди, но аграрии стараются поймать каждый погожий день. Эльвира Гайфулина продолжит. На поле предприятия урожай трудится комбайн по лесу. Только ему под силу обработать колосья озимой ржи. Дело в том, что стебли растения полегли и не каждой технике хватает мощности их срезать. Это не единственная сложность, которую работники урожая решают с легкостью. Вышли 27 июля и 30 комбайнами Малатит выехали. Но из-за погоды работа останавливается. Но мы рожь убрали где-то 30-40 гектаров среднего урожайность, где-то более 25 сантиметров дает. На 6 августа уборка озимой ржи в Бурайском районе завершена наполовину. Всего засеяно 5200 гектаров. С одного гектара убирают в среднем 25 сантиметров зерна. На уборочных работах задействованы такие хозяйства, как Салавата, Урожай, Колос, Ленина и маленькие фермерские хозяйства. Зерно, собранное из полей, доводится до кондиции. Если надо, отправляется в сушилку. Урожай для семян хранится в проветриваемых складах. В других хозяйствах тоже самое есть. Активно вентилируемые бункера. На них закладывается семенной материал или продовольственное зерно. Также высушивается электротенами, тоже проворачивается. За неделю мы уже закладываем сухое, доведенное до кондиции, вернее до 14% влажности. Закладываем зерно и семена. После уборки азима хлеборобы приступят к кервым. Завершить планируют к концу сентября. Все наши сена заготовили в полном объеме. На днях засеют азиму рожь и будут проводить сяблевую спашку. 31 июля мусульмане всего мира отметили Курбан-Байрам. Жертвоприношение в этом году прошло по иным правилам. В республике было организовано 5 площадок. Одна из них находилась рядом с деревней Новоильдяково Бураевского района. Об этом далее. Ильяс с женой и дочкой с нетерпением ждали Курбан-Байрам. Каждый год они накрывают на стол, создают праздничную обстановку и дарят друг другу подарки. С детства мы празднуем Курбан-Байрам. Курбан-Байрам является одной из двух главных праздников в исламе. Мы его очень обширно и весело отмечаем. Супруга Лейсан с теплотой вспоминает детство и празднование Курбан-Байрама. Ее мама всегда готовила блины и другую выпечку. Собирались гости и самые близкие родственники. Я продолжаю эти традиции. Также на праздники на Курбан-Байрам, на Ураза-Байрам я готовлю тоже блины, но уже с своей дочкой. Она мне помогает во всем. По-своему она старается. Верующие знают значимость праздника и приводят в порядок мечети. Фордат Садыков – завхоз исторической мечети. Ответственно относится ко всем мероприятиям. Поэтому убирает всегда сам. Лейк Курбан-Байрам, на Курбан-Байрам. Ученые посчитали, что во время этого праздника, если в семье, то есть в кармане у этого человека, у мусульманина, есть примерно 15-16 тысяч рублей, то этот человек обязан резать Курбан. То есть жертвоприношение должен делать. В этом году в Башкирии организовали пять мест для убоя жертвенных животных. В Уфе, Зианчуринском, Туймазинском районах, Бурайском районе впервые у деревни Наводельзяково. Организовали по правилам безопасности и с участием ветеринарных врачей. Осматриваются все туши, лимфоузлы, органы. После этого продукты убоя, ветконфискаты, собираются и утилизируются в скотомагильнике. После проведения праздника, после механической очистки, вся территория будет продезинфицирована. Местность ровная, площадь большая. Все, чтобы не было скопления людей. Более 500 баранов привезли из фермерского хозяйства Зариповых. Они много лет доставляли жертвенных животных для Курбан-Байрама. По словам руководителя, в этом году организация гораздо лучше. Мы раньше возили это все в Уфу. Это было очень трудоемко, трудоемко и мучительно, я так думаю, для животных. Пока перевозишь, они стресс, это все автомобили. Сегодняшний день мы пригнали сюда, загнали стойло и это облегчило очень. Мясо животных забирали не только жители, но и целые благотворительные фонды. Например, Салям специализируется на оказании помощи нуждающимся мусульманам уже три года. Мы делаем продуктовые наборы и в течение года мы поддерживаем наших подопечных. На сегодняшний день у благотворительных фонда Салям порядка 300 подопечных. И, к сожалению, эта цифра растет, но мы конкретно работаем и помогаем людям в их сложной ситуации. На праздник также приехал глава администрации Бураевского района Рустам Исхаков. Он отметил высокий уровень организации мусульманского обряда и праздника в целом. Это, в первую очередь, доверие. Доверие нашему району, доверие семье Зариповых. Им огромное спасибо за то, что могли организовать такое большое мероприятие. У нас практически во всех селениях есть мечети. В последний день мы уже готовим три мечети. Это деревья Карабаева, Шабаева, деревья Ишмаметова. Думаю, что в ближайшие недели, дай бог, мы их откроем. По традиции на Курбан-Байрам готовят плов или бульон из мяса жертвенного животного. Для гостей праздника повар готовит узбекский плов. Признается, что на костре в свежем воздухе блюдо получается ароматнее. 5 килограмм мяса, 5 килограмм риса, 5 килограмм моркови, 2 килограмма лука. Рецепт по Аферганской долине. Из-за пандемии коронавируса праздник 2020 года прошел не так масштабно, но все же по всем традициям. Праздновали три дня. Желающие могли сходить в мечеть и положить в Садака Хаир. На сегодня это все. Смотрите новости Бураева на телеканале ЮТВ каждый четверг в 19.30. Повтор в субботу в 19.40. До свидания.